Мошенники не дремлют. Количество фактов мошенничества в стране продолжает расти. Как полицейские пресекают действия злоумышленников. Историческое наследие. В Казалардинской области пытаются сохранить древние петрографы. Покажем. И начнем с ситуации с паводками в стране. Борьба с большой водой и ее последствиями продолжается в пяти регионах. Западно-Казахстанской, Октябинской, Атраусской, Североказахстанской областях. По данным МЧС и Казавтожола на контроле остаются. 32 перелива автодорог, 56 размывов автодорог, из них 9 мостов и 45 дорожных полотен. 32 населенных пункта все еще без транспортного сообщения. Но там созданы и доставляются все необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Продолжается работа и по отведению и откачке воды из почти 6 тысяч частных жилых домов и более тысячи дворовых территорий. Тем временем воду уже отвели из 4,5 тысяч жилых домов и почти 3 тысяч дворовых территорий. Откачано 1,5 миллионов кубометров талой воды, уложено свыше 5 миллионов мешков и около полутора миллионов тонн инертных материалов. В свои дома вернулись 32 тысячи 85 казахстанцев. В пунктах эвакуации находится 8 872 человека, практически половина из них это дети. Петропавловский вторую волну паводка ожидают уже сегодня. Пик перелива через гребень на Сергеевском водохранилище зафиксировали в минувшие выходные. Его высота составила 3 метра 63 сантиметра. Сейчас уровень воды пошел на спад. При этом подъем реки Есиль у областного центра остановился на отметке свыше 12 метров. Синоптики прогнозируют, что жители областного центра столкнутся с прибытием воды сегодня. Однако ранее спасатели заверяли, что вторая волна не будет сильнее первой. Дополнительных участков для затопления не появится. В регионе остаются эвакуированными свыше 13 тысяч североказахстанцев, подтопленными порядка трех тысяч жилых домов. Более 1300 проб питьевой воды отобрали санитарные врачи в подтопленных районах Актюбинской области. В пяти случаях обнаружили несоответствие ее качества гигиеническим требованиям. Специалисты провели дезинфекцию водопроводных сетей. В результате сейчас заменчаний качества воды нет. На контроле также захоронение сибирской язвы. Их в регионе 122 талыми водами были потоплены 3. Отобранные там пробы почвы соответствуют нормам. В результате паводков в регионе погибло больше трех тысяч голов скота. Трупы животных утилизировали. Отборы исследования проб воды продолжаются. Специалисты выясняют, почему ее качество в нескольких случаях не соответствовало нормам. По несоответствующим пробам в Тимирском районе, поселок Алта-Харасу, было несоответствие по микробным числам. Проведена своевременная промывка и дезинфекция водопровода. И Лекский правообережный водозабор. Три пробы положительные были. Тоже своевременно проведена промывка и дезинфекция. Сейчас мы уже повторно лабораторные исследования проводятся. Свыше 150 голов домашних животных и около 400 птиц погибло во время паводков в Акмолинской области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства, падеж скота от наводнения был зафиксирован в Буландынском районе. От резкого прихода талых вод оказались потоплены хозяйственные постройки вместе с поголовьем в селах Капитоновка, Журавлевка и Иванковка. Сейчас идет утилизация трупов животных. В регионе с начала паводкового периода были эвакуированы в безопасные места порядка 10 тысяч голов скота. В Буландинском районе сформирована специальная комиссия. Из-за объявления режима чрезвычайной ситуации есть регламент возмещения стоимости домашнего скота. Сейчас комиссия составляет акты по компенсации ущерба. После будет проведена оценка, а затем хозяевам будет выплачена полная компенсация. 13 тысяч дачных домов подтопило в Уральске. Большая часть из них расположены в пойме реки Жаек, где уровень воды продолжает подниматься. На сегодня он превысил критическую отметку на 12 сантиметров. По прогнозам Казгидромета есть большая вероятность, что Жаек поднимется до 9,5 метров. Вода уже начала заходить вверх по течению реки Чаган, подтапливая дачные массивы. Подробности у Альбины Кумар-Галиевой. Паводка. Ситуация в регионе остается напряженной. Уральский уровень воды в реке Жаек преодолел опасную отметку и составил 862 сантиметра. Таких показателей не было с середины 90-х. По прогнозам Казгидромета есть большая вероятность, что Жаек поднимется до 9,5 метров. Вода уже начала заходить вверх по течению реки Чаган, подтапливая дачные массивы. Подтопило уже 13 тысяч дачных домов. Накануне прорвало временную дамбу в дачном массиве «Стеновик», в результате чего подтопило 6 садовых товарищей. Жители, а это около 600 человек, эвакуировали заблаговременно. На участках оставались 35 мужчин. Всем удалось благополучно покинуть зону подтопления. На месте сейчас круглосуточно дежурят спасатели и сотрудники полиции. Какая работа проводится в зоне подтопления, нам рассказал заместитель Акима города Уральска Жандос Дуйсенгалиев. У нас остались 30 с лишним дачных сообществ, которые все еще держатся. Многие из них, те дачи, которые находятся на высоких отметках, многие из них. Есть, которые на краю находятся, это несколько дачных сообществ. Это Венера и Речник, там очень активные жители. Мы со стороны местных сплотных органов максимально помогаем. Когда я сказал, что техники приехали из разных городов, когда у нас уже появилась возможность помочь дачным сообществам. По словам специалистов КАЗ Гидромета, пик Паводка прошел на востоке области. Уровень воды идет на спад в селе Жерсу от Бурлинского района и в селе Январцево района Байтирек. Отмечу, сейчас в Уральске развернули 14 пунктов временного размещения. Там находится свыше 2000 человек. В области продолжают работать спасатели и военные из разных регионов страны. Оперативные группы сейчас укрепляют берега, возводят земляные валы. Из разных регионов республики и других стран продолжают поступать грузы с гуманитарной помощью для жителей, пострадавших в зонах-половодях. О том, как помогают казахстанцы и иностранные граждане, невзирая на расстояние, в следующем дайджесте. В Караганду прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана для регионов, пострадавших от паводков. Официальная делегация из соседней республики доставила продукты и предметы первой необходимости, в том числе 800 надувных лодок. Как пояснила узбекская сторона, средства на гуманитарную помощь были выделены из бюджета страны, а товар приобретен у местных производителей. 20 тонн талой воды из кавказских ледников прибыло из Ингушетии в Петропавловск в качестве гуманитарной помощи. Она предназначена для пострадавших от паводка североказахстанцев. Ледниковая чистая вода производится в горах Ингушетии. Бутилированную воду в областной центр доставила фура, преодолев несколько тысяч километров. Гуманитарную помощь жителям североказахстанской области также направило повладарское духовенство. Неравнодушные повладарцы передали 60 тонн груза. На трех фурах сегодня его доставили в городскую мечеть Петропавловска. Дальше продукты и предметы первой необходимости распределят среди нуждающихся горожан. Также недавно из повладарского фонда верующих мусульман в помощь жителям потопленного Атырауа было перечислено больше трех миллионов тенге. Талые воды на пользу. В Коппектинском районе в области Абай возрождает поливное земледелие. В регионе реализуется крупный инвестиционный проект по строительству растительных систем. Но если обычно воду покупали, то сейчас фермерам удалось самим пополнять искусственные бассейны. А это залог будущего хорошего урожая, отмечают специалисты. В регионе ожидают, что в этом году решится и проблема с дефицитом сена. Подробности у Анель Есенбердиной. Весенние паводки не обошли стороной, как Пектинский район. Здесь большая вода пришла в село Бегаш, Карган-де-Коль, Таса и Кукжаех. Но общими усилиями стихии удалось противостоять. Совместно с крестьянскими хозяйствами индивидуальные предприниматели все помогли. Народ весь стал. Все возможностями помогли. И таких подворных только были затопления, а домов не было. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. И самое время подумать и о пользе, которую можно вынести из ситуации. Делится глава местного агрохолдинга. Здесь развивают животноводство, а мясо экспортируют. Но цена килограмма напрямую зависит от наличия и стоимости кормов. Чтобы обеспечить себя ими в зоне рискового земледелия и удешевить их, фермеры перешли на поливное земледелие. До этого, когда мы не запускали полив, у нас средняя урожайность кукурузы носилась, было 100 центнеров. В прошлый год мы собрали 400 центнеров. В этом году планируем 500 центнеров с гектара. Стоимость проекта больше 2 миллиардов тенге. Но вложения окупаются высокими урожаями. А в этом году не придется платить и за полив. В хозяйстве построили сразу три искусственных бассейна, аванкамеры. Паводки же позволили собрать в них почти 150 тысяч кубометров живительной влаги. Эта вода идет с гор. Во-первых, это хорошо минерализированная вода для выращивания кукурузы, люцерны. Полезна она и для дикой травы. Поэтому заодно в районе удастся в этом сезоне решить проблему и с дефицитом сена. Раньше население остро нуждалось в сенокосных угодьях, так как воды несколько лет не было. В этом году все поля поливные, луга все полились. В этом году, думаю, будет сена для населения хватать. Специалисты уверены, чтобы вместо вреда паводки приносили пользу, нужно научиться ими управлять, наполнять водохранилища, сохранять влагу. И таким образом развивать тоже сельское хозяйство. Анна Рисенберг, Гребоваканов, область Абай, Хабар. В Казахстане ужесточат требования к горному бизнесу и правила допуска граждан к азартным играм. Изменится также уголовная и административная ответственность за правонарушения в этой сфере. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении одобрили мажоресмены. Документ депутата разработали по поручению главы государства, чтобы защитить граждан от удоманий и ее последствий. Проблема, по их мнению, приобрела масштаб национальной угрозы. Порядка 400 тысяч казахстанцев являются постоянными клиентами букмекерских контор и казино. В частности, предлагается повысить возрастной ценз для участия в играх и пари до 25 лет, запретить такой вид досуга должникам, предусмотреть уголовную ответственность за организацию интернет-казино. Кроме того, запрещается ввоз в страну и установка лотоматов в жилых домах, магазинах и медицинских образовательных учреждениях. Вместе с тем, предлагается запретить рекламу букмекерских контор и тотализаторов. Букмекерские конторы имеют право рекламироваться только на официальных спортивных сайтах или спортканалах. Если у вас какая-то платформа, где показывают фильмы казахстанские, если эта платформа является казахстанского провайдера, то там рекламировать букмекерские конторы и тотализаторы или же пари запрещены. Кто будет организовывать онлайн-казино, для него будет теперь в этом законопроекте предусмотрена уголовная ответственность. Вот эти тиктокеры, которые организуют вот эти карточные игры, это тоже является запрещенной деятельностью. Количество фактов мошенничества в стране продолжает расти за первый квартал. Этого года уже выявлено больше 12 тысяч случаев, что на 2 тысячи больше показателей аналогичного периода прошлого года. Практически половина зарегистрированных мошенничеств приходится на интернет-мошенничество. Самым распространенным способом обмана остается онлайн-торговля. Почти 2 тысячи преступлений. Свыше 1200 случаев мошенничества совершили с подменных номеров от имени сотрудников банков либо брокеров. Сотрудники МВД заблокировали 45 миллионов таких звонков. Также мошенники часто предлагают выгодные вложения в различные проекты, инвестиции, биржи и ставки, рассказали на брифинге полицейские. В Карагандинской области пенсионерка пыталась снять со своего депозита 50 миллионов тенге и передать их мошенникам. Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила. И бабушка строго придерживалась полученной инструкции. Однако сотрудники банка проявили бдительность и обратились к правоохранительным органам, которые в свою очередь убедили пенсионерку не снимать денежные средства. В Астане продолжается судебный процесс в отношении Куандыка Бешимбаева, который обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Сегодня начали изучать содержимое телефона подсудимого. На устройстве были обнаружены видеофайлы, снятые 8 и 9 ноября. На видео Бешимбаев оскорбляет, но Нукеновой задает ей вопросы интимного характера и использует ненормативную лексику. Сам подсудимый заявил, что не помнит, как было снято видео, а затем и вовсе назвал все монтажом. Отмечу, что сегодня журналистам разрешили присутствовать на судебном разбирательстве. На заседании суда, в частности, была замечена российская блогерша Ксения Собчак. Новый закон, направленный на внедрение системы юридической и финансовой защиты и повышение ответственности медицинских работников, позволит повысить статус врача. Так считают представители Минздрава. Напомню, на минувшей неделе глава государства подписал закон о внесении изменений и дополнении в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Кроме этого, внедрено страхование профессиональной деятельности и ответственности медработников. Она будет введена в действие по истечению полугода после официального опубликования документа. Также закон будет включать в себя меры по поддержке медработников, работающих в селах и законодательно защитит врачей от противоправных действий граждан. Только за прошлый год, по данным ведомства, было совершено 13 нападений на медработников. Это вот еще первые шаги. Мы еще дальше будем этот вопрос продумывать. Для того, чтобы наши выпускники спокойно уезжали на село, работали, чувствовали себя в безопасности и были материально простимулированы. К сожалению, мы стали с вами свидетелями, будем говорить, прямо нападения на медицинских работников. Вообще мы ежегодно порядка 20-30 нападений есть. Поэтому мы данной нормой закона хотим тоже защитить наших медицинских работников путем штрафных санкций, привлечения к общественным работам и другие. Вопросы развития института президентства в Казахстане обсудили сегодня в столице. По словам экспертов, институт должен стать универсальным и работать на перспективу. Страна перешла к модели президентской республики с сильным парламентом. Кроме того, теперь акиматы могут принимать самостоятельные решения в зависимости от обстоятельств. Правительство имеет законодательные полномочия при чрезвычайных ситуациях, что позволит расширить полномочия исправительной ветви власти, считают специалисты. Добавлю, в этом году исполняется 34 года со дня создания института президентства. Надо сделать так, чтобы принимаемые законы, все решения, которые также принимаются на основе этих законов, они должны быть очень тщательно проработанными. И самое главное, чтобы они учитывали и исходили из того, чего хочет народ. В Алматы запустили круглосуточную систему раннего обнаружения пожара в горах Зайлийского Латау. Она будет действовать на территории Государственного природного парка Мидео. В наиболее посещаемых горожанами местах, таких как Шенгулак и верхняя часть Бутаковского ущелья, установлены камеры видеофиксации и тепловизоры. Система может вести наблюдение на дальности до 40 километров с обзором на 360 градусов. Камеры могут работать при неблагоприятных погодных условиях и ночью. Стоимость системы 224 миллиона тенге. Средства на ее установку поступили из городского бюджета. Вся информация, полученная системой, поступает дежурному в Центр оперативного управления. В случае, если произойдет пожар, его на раннем этапе обнаружат камеры, а координаты будут переданы в городской департамент ЧАЭС. Автоматизированными системами мониторинга атмосферного воздуха оснастили 8 промышленных предприятий Восточного Казахстана. На очереди еще три. Уже с июня заводы и электростанции региона начнут работу в режиме онлайн. На трубах смонтированы датчики. Вся информация с них будет напрямую поступать на серверы Министерства экологии и природных ресурсов для принятия уже неотложных мер. Техническое переоснащение вложено больше 8 миллиардов коммерческих инвестиций. В Усть-Каменогорске за счет инноваций почти на тысячи тонн снизят выбросы диоксида серы. Усть-Каменогорский металлургический комплекс ежегодно загрязняет воздух 24 тысячами тонн вредных веществ. 15 тысяч тонн добавляет главная городская ТЭЦ. Те, которые установили, они уже прошли все стадии монтажа, пусконаладочной. Все эти стадии прошли. Если какие-то превышения будут, она моментально будет передаваться уже. В Казалардинской области в рамках акции «Тазак-Казахстан» очистили и озеленили территорию щеля Саускандык, где находятся знаменитые древние петроглифы. Часть наскальных рисунков находится на грани исчезновения. Какие меры предпринимают для сохранения уникального исторического наследия, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Расположенной в предгорьях Каратау ущелье Саускандык место уникальное. Оно знаменито своими древними петроглифами и всегда привлекало туристов и отдыхающих. Однако сейчас исторический памятник нуждается в защите. Уникальность петроглифов в Саускандах в том, что их трудно привязать к определенному временному пласту. Здесь присутствует культура кочевников, оседлое и андроновское. Отслеживается несколько видов техники нанесения рисунков. Но сейчас они на грани исчезновения. Древние надписи, изображения быта, людей и животных. Петроглиф из Саускандах – крупнейший в Центральной Азии. 10 тысяч сюжетных линий простираются вдоль 7 километров. Уникальный объект вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие, которому почти 4 тысячи лет. Аморфные изображения и техника нанесения рисунков датируются бронзовым веком. Данная группа петроглифов, возможно, одна из самых древних. Зону планируется сделать заповедной. Она будет вызывать большой интерес у туристов. Хотим установить шлагбаум для контроля въезжающих. Также в планах открыть на этой территории музей, в котором будут выставлены найденные здесь экспонаты. Работа в этом направлении уже начата. Свою лепту в сохранение природного памятника внесли работники сферы культуры. В рамках эко-акции «Таза-Казахстан» они очистили урочище Саускандых от мусора и высадили деревья. В целом за неделю под эгидой Киэль-Микен в регионе привели в порядок почти 400 памятников истории и культуры, а также высадили свыше 5000 саженцев. Райхан Тажибаева, Аханалеев, Кзлардинская область, Хабар. В Алматы в Садпаев-Юниверситете открывается филиал Гонконгского университета CTU, одного из лидирующих вузов мира. Это партнерство станет ключевым шагом в развитии обоих учебных заведений. В университете будут преподавать инженерные науки, бизнес, медиа и творческие специальности, право гуманитарной и социальной науки с использованием передовых методик и исследований CTU. Эксперты отмечают, что открытие филиала Гонконгского университета – это значительное событие для системы высшего образования Казахстана, которое позволит студентам получить доступ к передовым технологиям и знаниям в различных областях науки. Что это дает студенту? Это дает студенту возможность интегрироваться в международное образовательное пространство. Это дает возможность обучаться на одном из лучших материально-технической базе. Это дает возможность в повышении уровня своего образования. То есть одна из главных целей – это повышение человеческого капитала.